Так, все. Я кашлянула, но спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Милана Орехова, ведущая шоу Оли Гвакамоли, которое выходит при поддержке сайта «Спорт день за днем». У меня в руках наша любимая ягода авокадо. И сегодня мы снимаем очередной выпуск в гостеприимном, очень уютном пространстве ресторана «Евразия» на Малой Садовой, в котором мы ожидаем очень известного гостя из мира футбола. Также сегодня наш выпуск будет отличаться тем, что мы разыграем суперприз. Суперпризом будут являться билеты на матч футбольного клуба «Зенит». Этот матч состоится 27 ноября. Дорогие друзья, подписывайтесь на аккаунт Оли Гвакамоли в Инстаграме и выигрывайте билеты на матч футбольного клуба «Зенит» в Лиге Чемпионов. И, кстати говоря, сегодня у нас в гостях будет обладатель Кубка Лиги Чемпионов Анатолий Тимощук. Здравствуйте, дорогие друзья! Как я уже говорила, сегодня у нас будет известный гость из мира футбола. Поприветствуйте, пожалуйста, Анатолия Тимощука, который в прошлом являлся капитаном футбольного клуба «Зенит», а в данный момент занимает пост его тренера Анатолий. Поприветствуйте, пожалуйста, наших зрителей. Всем здравствуйте! Может быть, пару слов скажете о том, что волнует? Ну, я думаю, что волнует. У нас тематическая передача, поэтому, я думаю, то, что зрителям интересно, мы должны показать, рассказать и обсудить свои вкусы, свои, так сказать, предпочтения в еде и чуть-чуть, чтобы зрителям было интересно смотреть. Отлично! Тогда задам вам такой немножко, может быть, провокационный вопрос. Я читала, что раньше вы придерживались вегетарианского стиля питания. Да. В данный момент вроде бы как уже не придерживаетесь. Хотелось бы узнать тогда, что вы вернули обратно в свой рацион, по какой причине. Ну, да, можно сказать, была попытка так стать вегетарианцем, не веганом, вегетарианцем. Чуть-чуть пробовал как раз свою карьеру в Баварии. Там на протяжении двух лет где-то так я не ел то, что касается животного происхождения. Как бы только ел растительную пищу, поэтому... Ну, иногда рыбу, конечно, употреблял. Да, чуть-чуть в начале было сложновато именно. Собрать свой именно спортивный такой рацион. Но я думаю, что прежде всего важен баланс. Сбалансированное питание, чтобы все продукты, все белки, углеводы, жиры присутствовали при твоем ежедневном употреблении пищи. Поэтому для спортсмена это очень важно. Но это, можно сказать, это была такая небольшая чистка или эксперимент, который длился не так уж долго. Я думаю, есть люди, которые сознательно всю жизнь являются вегетарианцами или веганами. Поэтому для меня этот период был не очень большой. И как бы я о нем не сожалею. Я довольно хорошо себя чувствовал, сбалансированно питался. А сейчас уже питание у меня более разнообразное. И в который входит в рацион, который входит все, буквально все продукты. Отлично. Тогда я сейчас буквально пару слов расскажу о том, что мы сегодня будем готовить. Несмотря на то, что у меня были сведения о том, что больше вы не придерживаетесь вегетарианского питания. Тем не менее, мы решили все-таки сегодня посвятить нашу готовку овощным блюдам. И мы сегодня приготовим с помощью поваров ресторанов, в которых мы находимся, стейк из цветной капусты. У нас тут такое интересное, природного цвета субстанция. Это такой сыр из кэшью, который источник белка хороший. И приготовим зеленый салат, конечно же, с авокадо. Добавим туда такую немножко азиатскую заправку на основе мисо-пасты. И для того, чтобы освежить вкус, добавим туда апельсина. Только если у нас получается, что у нас хорошая растительная клетчатка. Напоминаю, что шоу Легуакамоли, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует употреблять 400 грамм овощей и зелени ежедневно. Вот мы заполним полностью необходимость в овощах на сегодня, съев потом то, что мы приготовим. Я вот сейчас покажу вам Анатолий и зрители, уважаемые. У нас такая прекрасная молодая цветная капуста. Сейчас для нее самый сезон. Всегда призываю есть локальные овощи и сезонные. И мы отдадим это сейчас на кухню, потому что для того, чтобы приготовить стейк из цветной капусты, нужно, собственно, качан запарить в кипятке под крышкой где-то примерно 10-15 минут. Для того, чтобы потом его можно было аккуратненько разрезать на такие целые, ну, можно сказать, стейки. То есть это будут такие кусочки, похожие на кусок торта, как мы когда обсуждали с поварами, кто-то заметил. Действительно, там они будут такими троугольничками. И побеседуем с Анатолием после того, как отдадим этот качан на кухню, как раз-таки вот о сбалансированности рациона и вообще о любимых продуктах, о режиме, о спорте. Какой, не по профессиональному ключе уже сейчас, а о том, как он в каждодневном присутствует виде вашей жизни. Ну, вот хотелось у вас узнать, каких, может быть, продуктов не хватало, вот если, когда были на растительном рационе. И вообще, что советуете больше употреблять для того, чтобы было больше сил, как следует отдаваться тренировкам, энергогрузкам спортивным? Ну, да, знаете, что, наверное, как вы сказали, это в первую очередь, это овощи, это фрукты, безусловно. То, что касается пасты, я думаю, в рационе спортсмена она незаменима, потому что это самый быстро перевариваемый продукт. Энергетически он достаточно много дает энергии, поэтому для спортсмена это своего рода такой, скажем так, предстартовый обед, потому что все зависит от расписания матча, в какое время суток игра, игра в обед, игра вечером, игра поздним вечером, поэтому строится определенный график питания с перекусами, с кофе-брейком, там, поэтому все так достаточно профессионально сделано, конечно, под присмотром врачей. Сейчас есть диетолог, который тоже зайдет. Вот, да, это был мой следующий вопрос. Нам Сергей Богданович, извините, что первый раз рассказывал, что в планах было взять. Ну, есть уже диетолог, да, есть диетолог, который, ну, понятно, каждый игрок издал анализы. Общие, обширные, скажем так, чем больше мы можем получить информации, тем лучше. Что касается аминокислот, что касается баланса в организме, витамина, витаминная группа, это все, как бы, для каждого игрока важно, потому что это восстановление, это работоспособность, это выносливость. То есть нужно понять, какую, допустим, группу использует игрок своего организма для того, чтобы там жиры быстрее перерабатывают, углеводы, чтобы этому игроку сделать, как бы, так, индивидуально, насколько это возможно, группе игроков сделать индивидуальное питание для того, чтобы они быстрее восстанавливались и приносили больше... Вы не восприняли появление такого новой должности, можно сказать? Ну, вы знаете, я думаю, что все, что новое, всегда воспринимается, так, скажем так, в опаску. Скептически, да, немножко. Поэтому сейчас, я думаю, что шаг за шагом вместе с тренерским штабом мы должны направить футболистов как раз на то, чтобы облегчить им условия находиться тяжелыми нагрузками и при этом быстрее восстанавливаться, быть быстрее в целом, потому что вы понимаете, что есть особенности организма каждого игрока, есть продукты, которые, наоборот, могут закислить организм или навредить, или не дать тот желаемый эффект, который должен быть у игрока. А если вот вернуться к вопросу проживания в Баварии, у меня был такой опрос заранее заготовлен, естественно, что-то, ну, какой-то материал я готовлю перед выпуском по поводу того, как бороться с соблазнами, вот если любишь, например, немецкую кухню, включая там всякие алкогольные напитки типа пива, все-таки Мюнхен ассоциируется с Октоберфестом, и Бавария, насколько я знаю, даже как-то как символ, да, этого региона посещала этот праздник, я в свое время была в Берлине, на нем он такой менее масштабный, но там, конечно, поражает воображение это все празднество, когда там нету меньше литра кружки пива. Они посещают каждый год, команда каждый год посещает, да, разрешено пиво, пожалуйста, после игры, понятно, за день до игры команда заезжает на заезд, есть определенное правило, когда все ночуют в гостинице для того, чтобы как раз то, что вы сказали, не употреблять какую-то пищу или там восстанавливаться хорошо перед матчем, есть как раз питание, приготовленное для футболистов, которые там специальный повар готовит, и они уже готовятся непосредственно к матчу. После матча, пожалуйста, когда ты там едешь в автобусе, едешь в аэропорт. А я вот, кстати, предлагаю нам потихонечку начать рвать листья салата. Это у нас такая тоже уже некая традиция. И задам еще такой вопрос, который не требует сильной концентрации, пока мы его будем рвать. Расскажите, это тоже такой традиционный для Оли Глакомоли вопрос, ну, если вы не против. Вопрос, с чего начинается день в плане питания, зарядки и так далее, есть ли какие-то... Вот можно сразу сюда, это в мисочку так. Ну, знаете, понятно, просыпаюсь. Я лично, когда просыпаюсь, на завтрак могу съесть какой-то творожок или там йогурт чем-то заправленный. То есть не овсянка на воде, как у наших предыдущих большинства гостей. Бывает овсянка, знаете, все зависит от того, где я питаюсь, потому что доезжаешь до базы, организован завтрак, если я, допустим, дома не поел, я пока доехал, я могу съесть овсянка, могу съесть сырники. Вашими спортсменами можете вместе, да, позавтракать. Многим это удобнее, чтобы был завтрак, приехать и питаться. Иногда, когда дома, я съем йогурт. А любите вообще готовить сами что-то? Нет, нет, соус. То есть чаще все-таки питаетесь где-то на выходе? Паста какая с кем-то соусом? Рабиат. Ну, так, кстати, это легкий соус, такой достаточно остренький, но не балонеза и не карбонара. Я люблю просто острое. Говорят, что очень полезно в дни таких всяких простудной инфекции, нас подстригает на каждом углу, острая пища помогает тоже избавляться от всяких вирусов, бактерий. А какие еще, вот помимо, ну, я знаю, что вы достаточно активный такой тренер, практически, да, играющий, который много нагрузки вместе со своими подопечными, переносит, не стоит спокойно там на бровке, когда они там тренируются. То есть много достаточно двигаетесь во время тренировочного процесса. А есть ли какой-то еще там виды спорта? Может быть, когда там отпуск, там выходные, чем вы любите заниматься, там, как хобби? В целом поддерживаю свое состояние еще занимаясь мини-футбол. А, мини-футбол. То есть у вас какая-то есть команда? Да, да, есть команда, с которой я тренируюсь три раза в неделю, тренировки проходят. Ну, это для поддержания своего физического состояния. Ну, в целом нравится весь спорт. Если есть возможность, там, поиграть в баскетбол, играю в баскетбол. Поиграть в волейбол, играю в волейбол. То есть игровые виды спорта хорошо? Да, игровые виды спорта, пожалуйста, любые. На самом деле, просто у нас, вот, я заметила, что у бывших игроков в хоккейных, да, профессиональных, они, достаточно много есть команд у нас в любительской лиге, как выяснилось, я просто сама недавно в хоккее. Вот и я-то такие же выводы сделал, что в любительской лиге довольно так, ну, все равно. То есть, может быть, футбол тоже ждет такой же будущих команд ветеранов или уже есть какие-то? Есть очень много, очень много и всякие турниры ветеранов, и турниры на первенство города, причем достаточно много лиг, и высшая лига, и суперлига, и первая лига. Поэтому организация довольно хорошая, и уровень тоже очень высокий. Ну, да, видимо, человек, когда действительно любит спорт во всех проявлениях, и все, и получается хорошо. Я вот сейчас немножко отвлекусь от темы спорта, и расскажу, что мы еще добавляем в наш салат. Мы добавляем маринованный водоросля чука, они как раз, кстати, такие остренькие, я думаю, что вам должно понравиться. Мы потом это все перемешаем, а нам сейчас надо будет еще, где-то там с авокадо прячется, снять с него шкурку, мы режем такими... Я за вами, да. Да, я могу даже немножко отодвинуть, чтобы было видно. Все, он разрезается так вот пополам. Могу вот в кадр тоже показать, вдруг кто-то еще. И сейчас я попробую показать свой фокус, который у меня через раз получается, как вынуть косточку, нужно ее вот так вот сделать, и... Не получилось. Ну вот, как я уже говорила, что у этой ягоды авокадо очень много всяких сортов, и даже когда он спелый бывает, да, мякоть, может не очень хорошо сниматься. У нас в одном из выпусков, даже один из наших спортсменов, приглашенных вообще авокадо, первый раз пробовал на камеру, тоже был очень волнительный момент. Я переживала, что может... Авокадо в целом очень полезный продукт, ведь у меня неплохо получается. Отлично получается, возможно, все-таки после этого появится любовь к приготовлению и вещи. Скажешь, так интересно, наверное. Ну, в целом, я предпочитаю итальянскую кухню, мне очень нравится Италия, ну, в целом, в плане еды. А что еще, кроме пасты, нравится из итальянской кухни? Всякие круто, моцарелла, допустим, капрезы, так называемые, потом, не знаю, стейки довольно достаточно нехорошо делают. Стейк ферентина. Супы тоже, допустим, мини-строны там или томатный суп. Да, итальянская кухня, кстати, у нас фаворитов еще пока никто не называл, а мне кажется, у них такая достаточно она понятная, да, и ее легко действительно полюбить, потому что у них все упирается, собственно, в ингредиенты и любовь самих итальянцев к застольям. То есть они всегда готовы там 2-3 часа провести за ужином, дружеской беседой. Пармезан, какой прекрасный сыр у них. Да, согласна абсолютно. Сейчас мы положим, Даш, авокадо уже сюда. Очень много пью чая, в день могу выпить 3 литра, наверное. Пуэр очень нравится, всевозможные улуны разные, зеленый, фруктовый чай очень люблю. Люблю всякие свои такие домашние как бы намешать и сделать. Всяких травок там. Да, там апельсин, лимон, имбирь обязательно. Это такой незаменимый в рационе каждодневный продукт, чтобы поддержать иммунную систему. Мята очень вкусная. Поэтому всегда, когда выхожу на тренировки, по возможности просыпаемся все вместе. И моя вторая половинка готовит мне чай. Я с удовольствием уберу специальную чайщику в термос. Сейчас пока я еду на тренировку, я пью и думаю только о хорошем. И настрою на целый день, получаю заряд бодрости и настроения. Вот, и вот за разговором как раз о чае, я тут потихонечку делаю соус для нашего стейка с цепной капустой. Мы его делаем на основе мисо-пасты, соевого соуса. То есть он такой азиатский, прям кунжутного масла. То есть он такой получается густой. Густого, такой густой консистенции, коричневого цвета, такого, на мой взгляд, приятного. То есть обычно мы привыкли, да, что к стейкам мясным, классическим, подаются какие-то там перечные, соус для мигляз. Так вот у нас чуть не хуже сегодня будет. Ну, у нас это тоже стейк, но из капусты. Да, у нас самый настоящий стейк, но из цветной капусты. Если вы не представляете свою жизнь все-таки без животных, каких-то белков, то вы можете этот стейк использовать как гарнир, например, к мясу, к тому же, или к рыбе, в любом, который вы любите, к птице, к курице, утке, индейке. И вот все, что там вам нравится, как бы, можно использовать как основное блюдо какое-то мясо, да, или рыбу. И на гарнир взять стейк из цветной капусты. Можно, кстати, не только из цветной, также можно обойтись с кочаном обычной белокочаной капусты. Она также запаривается, также режется. И наш салат, в принципе, практически готов. Сейчас я его еще посыплю так кунжутиком. И мы его отставим в сторону, будем ждать, когда нам приготовят наше основное блюдо. Добавим туда салат. Да, у нас будет такой удар просто по всему вредному и поддержка, полная поддержка иммунитета. И мы переходим, собственно, к кульминационной части нашего шоу, к традиционному вопросу, который я всегда задаю всем гостям. Представьте себе, Анатолий, такую ситуацию. Если бы вы знали, что вам придется на неопределенное время оказаться на необитаемом острове, и вам бы сказали, что вы можете взять только три любых продукта с собой. Какие бы именно продукты это были? Не, ну чай. Без чая я не могу. Чай бы по-любому взял. Так, это первый. Какой? Мороженое. Мороженое можно? Мороженое. Ну, да, у нас же не оговаривается, что у нас там нет, например, холодильника. Чай мороженое. Какое мороженое вы любите? Пломбир. Пломбир, да. Отлично. И осталось назвать третий продукт. Я всегда жду, что именно его все зовут. Первый. У меня все непросто у нее. Ну да, это такой интересный очень набор. Лимон. Лимон. Да. Отлично. Чай, лимон, пломбир. Да. Будем надеяться, что холодильник все-таки на этом острове будет. Жаль. И чайник. Потому что нет смысла в чае. Дорогие друзья, вот сейчас кто внимательно смотрел наш выпуск, он только что услышал правильный ответ на вопрос, который нужно ответить, чтобы выиграть в нашем конкурсе. Благодаря доброте футбольного клуба «Зенит» разыгрываем билеты на матч, который состоится 27 ноября. Так что те, кто смог дослушать до конца внимательно, он сможет написать правильный ответ. И дальше уже в инстаграм-аккаунте шоу «Олига Вакамолис» прочитайте внимательно правила участия и желаю вам удачи. Потому что это такой достаточно серьезный матч для команды, и при этом будет зрелищный, интересный. Так что участвуйте в конкурсе и выигрывайте. Дорогие друзья, наши стейки из цветной капусты, вот они уже готовы. Вот так прекрасно выглядят. На самом деле мы его сегодня будем есть с таким вот соусом на основе мисо-пасты, кунжутного масла и соевого соуса. Я вот так вот сюда аккуратненько положу нам. Такой азиатский привкус. Также я положу сейчас такой сыр, в кавычках, из кэшью. Это такой хороший источник белка. То есть, ну, единственное, что для тех, кто следит сильно за калориями, много такого продукта, конечно, есть не стоит. Напоминаю также, что у нас в салате есть авокадо, который тоже у нас отличает за различные источники жиров, в том числе полезных. Ну, целый полноценный обед получился растительный. Да, мы... Ой, так немножко... Классно, классно, все в порядке. Так, еще салатик. Да, у нас получился полноценный источник клетчатки, витаминов различных. Напоминаю о том, что сезонные у нас продукты, локальные. Это прям такой хороший тренд общемировой. И я рада, что в России он тоже потихонечку начинает приживаться. Дорогие друзья, вот мы сегодня касались такой темы, как различные смены стиля питания с участием диетологов. Анатолий нам поведал, что уже действительно в штате Зенита появился диетолог, который следит за тем, как усваиваются полезные вещества, за состоянием организма игроков. Я хочу призвать всех, что если вы хотите какие-то серьезные внести изменения в ваше питание, в режим нагрузок и всего остального, пожалуйста, перед этим все-таки советуйтесь со специалистами, сдавайте необходимые все анализы, проходите исследования, чтобы не заниматься каким-то самолечением, не навредить своему организму, потому что состояние баланса – это самое главное вообще, к чему мы должны стремиться. Тогда мы будем хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, хорошо переносить нагрузки. Вот еще раз напоминаю вам о том, что болейте за футбольный клуб «Зенит», ешьте авокадо и глакамоле, выигрывайте билеты в нашем конкурсе. И вот Анатолий обещал показать мне, как правильно пускать волну. Нет, ты хочу добавить, любые изменения рациона питания в диете какой-либо, они должны быть постепенными. Как ты выбрал какую-то диету, опять же, специалистам в любом случае лучше проконсультировался, сделал и постепенно к этому идешь. Также и выход из этого всего, если ты хотел вернуться к своему питанию, тоже нельзя резко вводить какие-либо продукты, которые ты долго не ел. Поэтому все должно быть постепенно. Да, совершенно согласна. По поводу волны, это была, наверное, шутка. Но в любом случае, мы вас приглашаем тоже на матч. Я надеюсь, что вы придете, поддерживая нашу команду, и уже болельщики, вы увидите, как болеют, и как правильно делать волну, покажут вам на стадионе. Я надеюсь, что вы научитесь быстро. Спасибо большое, Анатолий, что уделили нам время. Очень благодарны за такой приятный, позитивный, на самом деле, разговор. А нам нужно быстрее пробовать наши стейки, пока они совсем не остыдят. Давайте. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова